Друзья, всем привет! С вами Артем и в этом видео я обучу вас мощнейшие технологии по достижению всего, чего вы хотите в своей жизни получить и избавлению от того, чего вы в своей жизни не хотите получать. Итак, давайте посмотрим. У нас в этой части есть приятные штуки, то, чего мы хотим, то, чего мы желаем, а в этой части какие-то неприятности. Давайте в качестве первого шага посмотрим, что вообще можно хотеть. Можно хотеть чего-то, что связано со здоровьем, иметь крепкое тело, сильный иммунитет и так далее. Здоровье. Напишем, это первое, чего можно хотеть. Чего можно не хотеть? Допустим, болеть. Всякие болячки. Дальше, чего можно еще хотеть? Можно хотеть деньги, материальные ценности, автомобили, дома, всякие гаджеты и так далее. Все, что связано с материальными ценностями. Чего можно не хотеть по этой же аналогии? Бедности, дефицита денег, быть в долгах и тому подобное. Не уметь покупать какие-то материальные вещи, которые вам нужны. Всего этого можно не хотеть. Давайте бедности напишем. Бедности можно не хотеть. Дальше, чего можно еще хотеть? Дружеских отношений, классных отношений в семье. Давайте вот здесь напишем друзья. Друзья, добрые отношения. Добрые отношения. Чего можно по этой же аналогии не хотеть? Конфликты, ссоры, споры и так далее. Другие. По сути, наша жизнь состоит из трех сфер. Здоровье, деньги, отношения. Есть еще такая штука, как предназначение, любимое дело, но мы пока не будем углубляться, мы по базовым вещам пройдемся. И вся наша жизнь состоит из того, что мы получаем либо то, чего мы хотим, либо то, чего мы не хотим. Теперь смотрите. Вы будете, возможно, шокированы информацией. Кто-то обалдеет от того, насколько все просто. Но да, здесь не будет лишней воды. Я сейчас все по-простому объясню. Ваша задача применять. Поехали. Разобрались, да? Чего я хочу, чего я не хочу. Каждый может определить. Большинство людей, конечно, гораздо проще определить, чего они не хотят. Чего я хочу. Гораздо меньше людей знают, понимают и осознают на глубине души. Но это шаг первый. Всего у нас три шага. Переходим к шагу номер два. Это шаг номер два. У нас с вами есть мозг. Давайте я напишу вот здесь. Мозг. Наш мозг работает в двух режимах. Трансляция, когда мы выдаем что-то и прием. Такой вот радиоприемник, можно сказать. Мозг либо транслирует информацию, когда мы о чем-то думаем и когда мы что-то говорим. Либо наш мозг принимает информацию, когда мы что-то смотрим, либо слушаем. Это у нас активная позиция, верхняя часть. Это пассивная. Что такое 24? Это 24 часа. Ну, сон мы не будем затрагивать. Давайте из этих 24 часов мы будем работать в том графике, когда мозг бодрствует. Когда мы находимся в сознании. С утра до вечера, когда мы не спим. Итак, о чем я думаю? Любой из нас может усилием воли выбирать, о чем мы будем думать. Если я сейчас вам скажу думать о яблоке, о чем вы будете думать? У вас сразу образ яблока, либо айфона, может быть, да? Но в любом случае вы будете думать о том, что связано с яблоком. Кто-то любит яблоки, кто-то нет. Но каждый усилием своей воли может думать о том, что представит. Да, если, допустим, вы захотите думать о BMW X6, вы будете думать о BMW X6. Мозг сразу будет включать образы этого автомобиля. Теперь, о чем вы говорите? Вот здесь смотрите, о чем я думаю в течение дня. Вот здесь, о чем я говорю в течение дня. О чем вы говорите? Это вопрос к вам. О том, что вы хотите, либо о том, чего вы не хотите. О чем можно говорить? Опять же, либо о каких-то положительных вещах, либо об отрицательных. Можно говорить о том, о чем вы хотите. О здоровье, о счастье, об успехе, о богатстве, о чем угодно. О друзьях, о близких, о мечтах. Это плюсовые вещи. Минусовые – это когда вы обсуждаете, допустим, коронавирус, сколько людей заразилось, как страшно, да когда же кончится карантин. Все, чего вы не хотите. Конфликты, ссоры, споры, кого-то обсуждаем, кому-то кости перемываем. Это тоже мы можем все говорить. Теперь, что касается вот этих двух режимов, что я смотрю и что я слушаю. Это пассивный режим. Давайте вот здесь мы отметим зеленым букву А, активный, а вот здесь красным букву П, пассивный. Активный режим, когда мы усилием воли, можем выбирать. Давайте зеленым. О чем мы думаем? Мы же можем это выбирать с вами, да? Вот что вы захотите, о том и будете думать. И никто вам ничего помешать не сможет. Если вы прямо сейчас скажете, я буду думать о поездке на остров Бали, то кто бы вам чего не говорил, вы будете думать о поездке на остров Бали. Теперь, о чем вы можете говорить? Опять же, о том, что вы выбираете усилием своей воли. Если вы постоянно будете говорить об острове Бали, угадайте, где вы через пару месяцев окажетесь. Все правильно, на острове Бали. Идем дальше. Что вы смотрите? Это уже пассивный режим. Мы выбираем красное. Пассивный режим. Итак, что я смотрю? Теперь вопрос к вам. Вы выбираете сознательно, что смотреть? Допустим, то, что вам нравится, или то, что нет? Вы выбираете смотреть о здоровье, счастье, успехе, острове Бали, каких-то машинах, домах классных и так далее? Либо это у вас как-то само получается? Вот что YouTube показывает, то мы и смотрим, да? Вот, к примеру, это видео вы осознанно выбрали смотреть, либо оно просто вам попалось. И что вы слушаете? Кого и что вы слушаете? То есть, еще раз, это пассивный, это активный. Теперь мы переходим к шагу три, когда мы разобрались, как вообще поступает и выдает информацию мозг. Как мозг получает информацию, и как от него исходит информация. В двух режимах. Вы можете выбирать, еще раз, о чем вы думаете, и что вы говорите. И также пассивно вы можете включать на ту волну, в том же самом YouTube, что смотреть и что слушать. Радио, людей, неважно. Теперь шаг номер три, друзья. Самое интересное. Шаг номер три. Это вот такая вот табличка. Давайте мы возьмем черный. Чего вы хотите? В течение вот этих 24 часов в вашей жизни всегда ли вы думаете только о том, чего вы хотите? Всегда ли вы говорите о том, что вы хотите получить в своей жизни? Всегда ли вы смотрите видео, либо вживую какие-то события в жизни, именно то, что вы хотите получить в жизни? И всегда ли вы слушаете только то, что вы хотите получать в жизни регулярно? Либо вы часто думаете о том, что бы вы не очень хотели получать. То, допустим, чего вы боитесь. Или то, в чем вы сомневаетесь. Либо о чем-то неприятном, либо что-то страшное. Либо то, во что вы не верите, допустим. Окей. И как часто в течение дня вы говорите то, чего вы не хотите? То есть вы говорите о том, чего вы не хотите. Допустим, вы рассказали кому-то о болезни, либо про вирус, либо еще про бедность, либо про конфликт. Что бы вы ни говорили, как часто в течение дня вы говорите о том, чего вы не хотите получать в жизни? И как часто вы смотрите то, чего вы не хотите получать в жизни? Например, фильм ужасов, какое-то видео, после которого у вас какой-то неприятный осадок остается, либо еще что-то. И как часто вы слушаете жалобы людей? Как часто вы смотрите негативные новости и слушаете их? Смотрите теперь, в чем секрет, друзья. Если в течение 30 дней вы будете слушать, смотреть, говорить и думать только то, чего вы хотите получать в жизни, у вас это будет приходить, обстоятельства будут складываться так, что люди и события в вашу жизнь будут приходить только через призму того, что вы хотите. Что нужно делать? Нужно постоянно выбирать усилием своей воли, прописать прямо сейчас список хотя бы из 10 пунктов, то, чего вы хотите получать в этом году и постоянно об этом думать, в течение дня большую часть времени об этом говорить согласно своему списку, согласно этому списку смотреть в том же самом YouTube об этом информацию. Давайте, прямо сейчас я вам помогу составить список. Я знаю, чего вы хотите. Вы все хотите классную машину. Давайте назовем ее BMW X6. Все же хотят BMW X6. Ну, не все, конечно, я шучу, но многие. Все хотят классный дом или какие-то лакшери апартаменты. Все хотят финансовый поток, финансовую независимость, изобилие. Все хотят классных друзей и лучшие отношения в семье. Пропишите вот этот список согласно всем сферам жизни. Здоровье, отношения, деньги, ну и любимое дело. Можете еще прописать способности, которые вы хотите получать. Танцевать хорошо, освоить большой теннис, на лошадях скакать, что угодно. Пропишите, чтобы у вас хотя бы 10 пунктов здесь было. И этот список вешайте на видное место во все комнаты, на все зеркала. И затем проверяйте, как часто вы думаете о том, что в вашем списке, как часто вы говорите с другими людьми, другим людям о том, что в вашем списке, как часто вы в ютюбе смотрите про то, что в вашем списке, как часто вы слушаете людей. А кто-то скажет, а вот у меня нет людей, которые говорят о том, что я хочу получить. Друзья, очень просто. Вы можете договориться с этими людьми, о чем с вами можно разговаривать, а о чем нет, если постоянно вам сливают негатив, легко, создаете договоренность, каким образом, дорогой друг, давай создадим договоренность, что мы общаемся только вот по этим позициям, только про хорошие новости, только про позитив, и если человек говорит, о, классная идея, давай, то у вас классный друг, если этот человек говорит, нет, хрень какая-то, ну и не нужно с ним разговаривать, придет вместо этого человека в вашу жизнь тот, кто будет говорить о том, чего вы хотите. Итак, что нужно отслеживать? Нужно отслеживать, как часто вы начинаете в течение дня думать о том, чего вы не хотите получать в жизни, как часто вы начинаете другим людям говорить о том, чего вы не хотите получать в вашей жизни, как часто вы смотрите видео про то, что вы не хотите получать в вашей жизни, как часто вы слушаете людей, которые говорят вам о том, чего вы не хотите получать в вашей жизни. Смотрите, друзья, все, что вам нужно сделать, это отслеживать количество поступающей информации Давайте ее назовем минусовой, негативной, то, чего вам не нужно в жизни Если вы будете думать, говорить, смотреть и слушать только то, что в вашем списке Чего вы хотите получить в вашей жизни Готовьтесь, через 30 дней этого упражнения, которое я вам сейчас даю, у вас будут происходить чудеса Берете листок, создаете список прямо сейчас, публикуете к этому видео комментарий с вашим списком Чтобы оно было зафиксировано, чтобы я увидел, что вы взяли руководство к действию И в течение 30 дней смотрите это видео, чтобы сверяться с тем, не отклонились ли вы от курса Что будет, если вы не посмотрите это видео через пару дней, вы об этом забудете Что будет, если вы не сделаете этот список, вы снова об этом забудете И вы снова будете жить вот так Вы будете думать о том, о чем вы не хотите получать в вашей жизни Вы будете говорить о том, что вы не хотите получать в вашей жизни Смотреть и слушать, вы тоже будете много всего, что вам случайно поступает в виде входящей информации в ваш мозг Что будет притягиваться в вашу жизнь? Конечно же события, обстоятельства и люди, которые будут вам приносить в вашу жизнь то, чего вы не хотите получить Ваш список не будет осуществляться, но если вы будете думать, говорить, смотреть и слушать согласно вашему списку мечты Друзья, смотрите, 30 дней могу поспорить, что вы будете получать все, чего вы хотите Хотите здоровья, классных друзей, добрые отношения в семье, вы хотите получать материальные ценности Все, что вам нужно делать, заполнить вот эти 24 часа Именно той, именно теми вещами, той информацией, которую вы хотите получить Теми вещами, которые вы хотите получить в жизни Теми событиями, которые вы хотите получить в жизни Вы хотите путешествовать без проблем Друзья, как только я начал пользоваться вот этой технологией, вот этой методикой В моей жизни начали происходить чудеса Это случилось 12 лет тому назад Я уволился с наемной работы, я начал путешествовать Я посетил более 100 стран мира Я накупил, пожалуй, все материальные игрушки, о которых мечтал Все, которые были в моей списке Благодаря чему? Благодаря тому, что я большую часть дня, каждый день думал именно о том, чего я хочу Затем я говорил постоянно, я мозг выносил всему своему окружению С финансовой независимостью, путешествиями по свету и так далее И у меня это начало происходить в жизни Что я смотрел? Ну, конечно же, я смотрел про путешествия, про финансовую свободу, про богатых людей И это тоже в моей жизни пришло А что я слушал? Конечно же, я слушал аудиокниги про то, как осуществлять свои желания И делал эти методики Друзья, успехов вам, до скорых встреч Обязательно прямо сейчас сделайте это задание Пропишите список из 10 пунктов, что вы хотите получить уже в этом году В комментарии разместите это В течение 30 дней смотрите это видео И также в описании я еще размещу ссылку на группу в телеграм Телеграм-канал, где будут вам приходить ежедневные напоминалки Чтобы вы следили за тем, чтобы вы получали то, что вы действительно хотите Успехов, друзья, и до скорых встреч в новых видео Субтитры сделал DimaTorzok